Сейчас я приглашаю к докладу Василису Соловьёву, основательницу спортивной школы для взрослых. Доклад очень интересный и очень необычный по теме, потому что бизнес и спорт — это очень здорово. Добрый день. Меня зовут Василиса. Наверное, после предыдущих фикеров моя небольшая презентация будет чуть более расслаблена. Как раз подготовить вас к перерыву. Расскажу сегодня вообще про нашу школу, про наш проект, почему жизнь людей меняется, когда они приходят к нам. Ну и расскажу про наши основные, скажем так, моменты, которые мы используем при продвижении. Ну и что мы, в общем-то, делаем. Ну, в общем-то, вкратце про I Love Running. Сейчас мы называемся I Love Super Sport. У нас произошел ребрендинг в сентябре. Это спортивная школа для взрослых в пяти циклических видах спорта, такие как бег, плавание, велоспорт, триатлон и беговые лыжи. Во всех проектах лежит одна история с тем, что у нас есть четкая цель, есть план, есть тренер, есть штаб, врач и путешествия. По сути, это сервис, который мы оказываем, помогая людям достигать своих больших целей. Ну, в общем-то, начну с того, что есть такая цифра 25915 дней. Кто-нибудь знает, что означает эта цифра в нашей жизни? Ну, так, какие-то, может быть, мысли у кого есть? Ну, да, чего? Чего? Жизни? Ну, что мы делаем 25915 дней? В общем-то, вот эти 25915 дней — это и есть наша жизнь, это средняя продолжительность жизни. Это большое исследование, более 30 стран принимало участие, в том числе здесь Россия, Норвегия, Япония, ну, то есть страны с большими продолжительностью жизни. Я когда показываю цифры, некоторых это шокирует. Можно сейчас примерно посчитать, кто сколько прожил. На самом деле, вот такая цифра, наша жизнь — это вот такая цифра. Есть еще другие цифры в нашей жизни. Это 180 дней и 7980 дней. Ну, вот как вы думаете, что мы делаем 7980 дней? Спим. А еще? Нет, это то, что вы делаете сейчас, вы сидите. То есть мы сидим 7980 дней. А как вы думаете, что мы делаем 180 дней? В общем-то, это то, чем мы занимаемся, это мы занимаемся осознанной физической активностью. Но это считается таким способом, что если, например, мы три раза в неделю занимаемся, там, не знаю, каким-то спортом, плаваем, например, по полчаса или бегаем по полчаса, это полтора часа в неделю. Полтора часа в неделю умножить на 52 недели в году — это 72. И, в общем-то, если… Ну, в общем-то, это беспрерывное занятие. Но это 180 дней. То есть это, в принципе, регулярно. Но печально то, что это 0,69% от вот этой цифры. Я вам повторяю, что это современные страны, где есть спорт, такие как Норвегия и так далее. То есть это такая вот история. Ну, в общем-то, запомните эту цифру 0,69. Это очень мало, действительно. Вот. А есть еще… О, боже. Есть еще вот такая схема. Кто знает про круговорот энергии? Здесь в основном, наверное, продажи. Да, вот там управленцев надо спросить, откуда они берут энергию. Но это, в общем-то, идея о том, что сейчас есть смысл управлять, ну, не своим временем, потому что мы все равно уже можем не все успевать, потому что информации так много. Битрикс все может, вот. А есть смысл управлять своей, ну, энергией о том, как ты себя чувствуешь, как ты ощущаешь. И вот у нас есть, в принципе, такой круговорот. Есть физическая энергия. Но это так, как мы себя ощущаем, там, здоровые, там, и так далее. Эмоциональные, радостные, нерадостные, ментальные – это наши, там, когнитивные способности принять решения, духовные. Ну, это там уже о смысле бытия. Ну, чтобы примерно вас так представить, кто-нибудь знает, ну, кто занимается каким-то видом спорта? Бывало такое, что вот, ну, не хочется идти на тренировку? Часто бывало. Вообще никогда не бывало. Ну, а кого бывало такое? Часто такое бывает, да? А бывает, что вот одеваете кроссовки, выходите на тренировку, потренировались, и классно вот вам. Бывает такое, это вот эмоциональная история. Бывало такое, что вот вы занимались, и у вас после этого какая-то идея пришла. Ну, или что-то вы там подумали, что-то разродили какое-то. Ну, такое часто бывает. У нас в раннинге есть идея о том, что если там за длительную тренировку тебе не пришла никакая идея, и решение какой-то проблемы, а этой проблемы нет решения. Ну, в общем-то, идея о том, что когда ты физически здоров, эмоционально, там, счастлив, делаешь какие-то там решения, принимаешь какие-то идеи, творишь, то ты, в принципе, духовно хорош. Ну, и, в общем-то, на одной стороне у нас 0,69%, а на другой стороне как бы фундамент этого всего — это физическая энергия. Как вы думаете, почему так происходит? Ну, есть известный тренер Йоги Бера, тренер по бейсболу. Не знаю, кто читает какие-нибудь мотивационные книжечки, он часто цитируемый. Вот, и у него есть такая фраза о том, что в теории нет разницы между теорией практики и на практике, она есть. Ну, то есть мы все знаем, что нужно быть там здоровым, нужно заниматься спортом хотя бы по полчаса, три раза в неделю, но на практике мы не всегда это делаем. Такое есть часто и в бизнесе, например. Мы знаем, что нужно построить отдел продаж, как у Натальи. Ну, не знаем даже, как это порой сделать, но не всегда это получается. Вот. Ну, в общем-то, и вот это вот, ну, как сказать, раз… Ну, в общем-то, противоречия, это то, с чем часто мы сталкиваемся. Ну, спорт, в том числе и I Love Running, и наш проект, ну, помогает людям, в общем-то, ну, перенять на жизнь, на бизнес, на… Может, какие-то отношения даже. Вот. Ну, в общем-то, это основные моменты, когда люди попадают в I Love Super Sport, в любые наши направления, они начинают сталкиваться с такими интересными моментами, как спорт начинает влиять на их жизнь. Вот. Здесь вот три основных момента. Кто знает эту теорию про зеркало заднего вида? Это когда ты едешь вперед и смотришь на зеркало, и ты видишь там, что было сзади. И многие люди живут в такой парадигме о том, что их спрашивают, а сколько ты планируешь заработать в следующем году, например. Он говорит, ну, я в прошлом году заработал вот столько, посмотрю вот там, что я зарабатывал вот столько, ну, знаешь, могу рассчитывать вот на столько. И он не ставит цели там за рамками. То есть получается, как бы ты едешь вперед, а все сзади. И вот спорт, ну, учит вот этой цели устремленности и ставит цели, которые за рамками, ну, твоего прошлого опыта, чтобы можно было ехать прямо и там уехать туда, куда нужно. Вот. Потому что если ты, ну, например, будешь готовиться, ну, я могу на своем личном примере провести пример. Я, например, не умела никогда плавать. Вообще я дева, земной знак, вот зачем мне это нужно, вода. Вот. Но мне понравилась цель с темой то, что можно переплыть в Босфор. Ну, знаете, Босфор, есть пролив между Европой и Азией, в Стамбуле. Вот большой межконтинентальный заплыв, пардон. Вот. Шесть с половиной километров, это достаточно амбициозно. Вот. А я не люблю плавать. Ну, классно же переплыть из Азии в Европу. И, в общем-то, я зарегистрировалась, и мне повезло там с регистрацией. И я за полгода, ну, научилась плавать, потренировалась и переплыла в Босфор. И моя жизнь кардинально поменялась. Это был новый навык. Спасибо. Спасибо, да. Это был новый навык, который меня научил и в том, что, поверьте, я когда переплыла, я вообще знаю, что я теперь могу все, не только Босфор. У меня там, не знаю, сейчас мы вовлечем 2% населения людей в спорт в России. У нас такая цель на 2021 год. Вот. Второе — это про… Знаете, кто это? Да, действительно. Это самый-самый титулованный спортсмен в лыжных гонках. У него есть все, все медали, все там… Ну, в общем-то, очень титулованный спортсмен. Начал он выступать, ну, у него первая Олимпиада была в 1998 году. И он в прошлом году приезжал в Россию, и у него, ну, на пресс-конференции мы задали вопрос о том, ну, он заявил, точнее, две вещи. Первый сказал, что они ожидают ребенка с Дарьей. Это было первое его заявление о личной жизни, вообще публичное. И второе, что он собирается в 2018 году принимать участие в Олимпиаде, ну, в Корее, которая будет. Вот. И вопрос, зачем, ну, его все задают, потому что, блин, чувак, у тебя есть все медали в этом мире, ты уже выступаешь так давно, а зачем тебе еще одна медаль? Вот. И вот он тогда в ответ спросил, ну, а есть ли у кого-то машина? Кто, ну, вот мужчины, наверное, кто покупали машину первую? Помните, когда вы покупали первую машину, вы там на нее что-то там искали какие-то возможности, что-то там, может быть, где-то там, не знаю, искали лучшие пути ее покупки, наверное, там еще если там было пораньше, то там ее как-то выбирали. Вот. И он говорит, ну, а тогда вы покупаете машину, у вас после этого, ну, как бы радость-то есть какое-то время, но потом вы привыкаете, и это уже становится нормой. Ну, вот этот вот драйв, который есть в моменте именно достижения, это есть, ну, вот это то состояние, которое на самом деле вот в этой энергии, в потоке, и это то, чего нет, если нет цели конкретной. И вот спорт, любительский спорт, например, тоже учит вот это и вот, ну, быть в энергии, быть в потоке, когда ты в достижении чего-то. И третий момент, это очень известный эксперимент про детей и зефиринку, кто-нибудь знает? Это проводился 30 лет назад, это несколько детей в возрасте, ну, там, от 7 до 10 лет, их, ну, пригласили в комнату, и мы положили зефиринку, им сказали, если ты съешь сейчас зефиринку, ну, то мы тебе ничего не дадим, а если ты подождешь 15 минут, то мы тебе дадим еще одну зефиринку, и ты сможешь взять, ну, съесть две зефиринки. И, в общем-то, разные дети вели себя по-разному, какие-то дети, ну, какой-то ребенок там приходил и сразу же съедал, все, живешь один раз, на все деньги надо все съесть. Вот, были те, кто хитрили, там, отрывали кусочками, там, вот, а были те, кто дожидались, и им приносили через 15 минут еще одну зефиринку, и они съедали, две уже, вот, и, в общем-то, эксперимент на этом не закончился. Через 30 лет, то есть примерно вот, ну, в наше время, эти, ну, за этими детьми наблюдали, и, в общем-то, вывод был сделан такой, что те дети, которые, ну, выжидали второй зефиринки, они лучше учили в школе, у них были лучшие академические результаты, они поступили в более престижные университеты, и, в принципе, по жизни, ну, более успешные, чем те, кто сразу и на все деньги. Вот, в общем-то, этот, ну, эксперимент доказывает, ну, говорит о том, что вот эта вот мышца, которая у нас отвечает за состояние отложенного результата, ну, вот это ожидание, когда ты можешь там что-то подождать, потерпеть, или там какие-то, ну, чем-то, может быть, даже пожертвовать, ну, дают более, ну, скажем так, плодотворные результаты. И вот спорт как раз тоже это мучает. Ты не можешь сейчас выбежать и пробежать марафон. Марфон — это 42 километра. Ну, то есть если мы сейчас выйдем на улицу, там кто-то, если вы не занимаетесь спортом, вы не можете пробежать. А если вы будете заниматься, то вы это сможете сделать. Но не все могут. И это какая-то, ну, вот эта интересная история. Многие в Америке делают бегуны, ну, то есть там, это популярный вид спорта, у них на визитках написано «марафон-ранер». Ну, типа, я там могу терпеть, ты можешь мне доверять, я надежный человек. Значит, попадая в спорт, ребята вот именно вот этому начинают учиться, это, конечно, их сильно, ну, задерживает. Вот. Ну, а то, какими способами мы это делаем, ну, в первую очередь мы верим в том, что сервис, ну, наш сервис, он важен, чтобы он был икскринен. И по поводу, там, ну, как мы выстраиваем, ну, вот мои главные три пункта. Первое – это то, что, ну, сначала с кем ты работаешь, и только потом над чем. Ну, то есть в моем, ну, в моей сфере, в нашем бизнесе у нас основной, как бы, ключевой элемент – это там тренера и там, ну, как бы, координаторы. Это то есть те люди, которые, ну, как бы, по сути, выполняют большую часть работы, и многие думают, что это и есть вся работа. Вот. Но в то же время, как бы, за этой работой там тренеров стоит еще там наша работа, большая достаточно. Вот. И мы поняли опытным путем, что неважно, какой суперпрофессионал, тренер или там какие у него суперрезультаты, в первую очередь важно смотреть, ну, какой он человек и вообще на его контекст. Поэтому, ну, при работе с, ну, там, с какими-то… Ну, в общем-то, очень важно смотреть на контекст человека, потому что если ты с этим человеком будешь срабатываться и там дальше, то, ну, любые цели, в принципе, гораздо проще будет достигать. Второе – это про радость и удовольствие. Ну, знаете, различие между радостью и удовольствием? Радость, ну, часто говорят классно, когда ты получаешь удовольствие от своей работы. Но одно дело – получать удовольствие, а другое дело – дарить радость. Вот удовольствие – это можно, там, сказать, например, удовольствие – это, там, сходить вкусно в ресторан покушать или сходить на концерт, послушать музыку. А радость – это когда ты, например, выступаешь на сцене, даришь энергию людям, и вот это и есть радость. То есть это так радостно. И вот это вот, ну, как раз то, что очень важно. Ну, то есть недостаточно просто там получать, да, важно, конечно, еще какое-то личное вовлечение. Поэтому, ну, когда ты работаешь с людьми, личное вовлечение в контакт с клиентами тоже очень важно. Ну, и третье – это у нас даже в названии нашей компании есть слово «любовь». И мы искренне верим, что если нужно любить то, что ты делаешь, и делай то, что ты любишь, потому что, если это не приносит тебе радости, не дает тебе радости, тебе не классно, с кем ты работаешь, то, ну, очень сложно что-то творить и как-то отдавать свою энергию, особенно, когда, ну, когда это сервис и работа с людьми. Ну, по поводу маркетинга, основные моменты, в первую очередь, это контент и контакт. Ну, в нашем случае мы считаем, что это основной просто постулат, потому что если у тебя есть качественный контент, если говорить маркетингом и языком, он тебе начнет приносить, ну, более лучшие лиды, а эти лиды при правильном контакте конверсируются в более лучшие клиенты. Поэтому мы, ну, если контент и контакт слаженно работают друг с другом, то это не только как бы, ну, просто бизнес-стратегия такая, но это еще и работает над лояльностью в дальнейшем, ну, и генерит уже какие-то там World of Mouse там и так далее. Следующее, что мы делаем, мы стараемся максимально работать над комьюнити, то есть вокруг нашего бренда есть большое комьюнити, мы это максимально пушим, у нас есть там, начиная от каких-то совместных мероприятий, заканчивая там группами. Самый большой известный пример в мире про комьюнити – это Харви Дэвисон. Очень известная комьюнити, у них огромное количество там людей, они там выезжают на своих байках там и так далее, и они начали стратегию по развитию комьюнити именно в момент, когда у них была такая упачеческая очень ситуация с продажами, и они начали просто аккумулировать людей вокруг бренда, вокруг идеологии, вокруг образа жизни, и это очень сильно повлияло. И, кстати, Харви Дэвисон – самая распространенная татуировка в мире по брендам, то есть это вот бренд, который наносит этот Харви Дэвисон. Следующее, что мы используем в период просто сокращенных, наверное, бюджетов на маркетинг, это, наверное, самое лучшее, что можно придумать, это искать близких по духу и ценностям партнеров. Самый яркий пример – мы буквально вот в эти выходные были в Мюнхене, бежали там полу-марафон, и наш главный партнер был BMW. И BMW, у нас очень близкие ценности с ними в плане, что их слоган – это удовольствие от управления автомобилем, и мы во всех наших коммуникациях транслировали тему, что I love running, это удовольствие от владения своим телом, и что вообще бег – это мой драйв и так далее. То есть мы старались аккумулировать все вот эти ценности схожие, и это отлично сыграло. То есть мы обменялись аудиториями, ну, задача BMW была повысить лояльность у них, у нас, конечно, был вопрос аудитории, но мы очень отлично и слаженно сработались. То есть если говорить про еще какие-то идеи, ну, например, у нас очень тесный контакт с Икеей, и мы тоже искренне верим в какие-то… Ну, то есть ценности у нас общие. Я уверена, что у нас полно можно найти таких партнеров и работать лучше вот там над маркетингом, креативить как-то, и, в общем-то, это отлично работает. Просто, я не знаю, миллион идей могу потом со всеми с кем-нибудь поделиться. Ну и последнее – это о том, что… А, это была не я. Да, это я бы нажала? Ну ладно, у меня последняя, на самом деле, была история про силу в деталях. Да, можно было бы быть просто тренерами и тренировать людей к чему-либо, вот, но мы искренне верим, что очень важно там, ну, какие у людей форма, какие они получают дополнительные няшки за всякие там… Ну, например, у нас там, не знаю, там… У нас там есть на телефон какие-нибудь чехлы, наклейки, майки, фляжки. И, в общем-то, этих надбавленных тоже люди готовы продать за майку вообще просто. У нас в команде BMW было просто огромное количество продаж, потому что в комплект, в стартовом пакете шла куртка BMW. И это просто решило… Для многих было очень ключевым моментом. Ну, в общем-то, такие моменты очень важные. И это просто детали. И если им уделять больше времени, чем, ну, общим каким-то там продажным моментом, то, ну, это точно будет работать на лояльность в первую очередь и на вот эту вот реферал, когда ты начинаешь рекомендовать себя, своих друзей, и ты становишься вот этим уже бренд-амбассадором. Ну, имеют клиенты, становятся бренд-амбассадором. Вот. В общем-то, это основные наши такие маркетинговые контакты, там, ну, моменты. Вот. Да, на этом все у меня. Я уложилась ровно 25 минут. Поэтому, если у кого-то есть вопрос, я могу ответить. Если нет, у меня есть… Спасибо огромное, Василиса. Очень такой заряжающий доклад. Вопрос, вот, связанный с какими-то системами автоматизации. То есть все очень так здорово идейно расписано, а в жизни это решается просто так же сердцем и душой? Нет, ну, конечно, у нас есть… У нас также есть CRM-система. Ну, вообще у нас есть управляющая компания «Москва», и которая как бы все вот эти моменты автоматизированы решает. мы, конечно, здесь на месте, ну, так же это все ведем, поддерживаем. Ну, просто если бы я сейчас тоже рассказывала про то же самое, что рассказывали до меня спикерами, это было бы менее интересно. Просто именно интересно. Конечно, мы, ну, с точки зрения бизнеса, у нас полноценный бизнес-процесс, мы все ведем, у нас есть продажа отдел, у нас есть корпоративные продажи отдел. CRM-ка с воронкой продаж. Да, у нас все это работает, и, в общем-то, это такой же бизнес-процесс, как и все остальное. Вот. Так, ну, вот если, да, есть вопросы из зала, может быть, даже я… А я дам сейчас… У меня короткий вопрос. Какие виды спорта у вас представлены? В Самаре у нас представлены бег, плавание, триатлон и лыжи. Но в Самаре нет велосипеда только. Но у нас есть триатлон, а триатлон входит в… В смысле, велосипед входит в триатлон. Все? Так, ну… Ну, у нас это внутренняя информация, но он нас вполне устраивается. У нас есть финансовый директор здесь. Слушайте, ну… На самом деле, наверное, вот Глеб Архангельский говорил, вы входите в малый бизнес, микробизнес, средний бизнес… Мы малый и средний бизнес. У нас получается, как мы в Самаре, мы, ну, автономны. Но у нас, конечно, есть большая… Ну, это мы франчайзи. Но у нас такая нестандартная франчайзинга, конечно, система, наверное, потому что у нас есть управляющий офис в Москве. У нас есть там общие системы, которые у нас там… Ну, то есть, например, там, СРМ тот же самый, сайты, приложения. Это, естественно, у нас все общее, но на месте мы это все, ну, как бы автоматизировано контролируем. И продажи у нас, естественно, наши. У нас и цена своя, потому что, естественно, там цены московские и самарские, они различаются. Вот. В целом, да, мы малый-средний бизнес. Но у нас есть, кстати, инвестиции. Москва подняла инвестиции, которые сейчас пойдут именно на увеличение, вовлечение людей. То есть у нас есть большая амбициозная цель. 2% населения России к 2021 году. Это миллион. Вот. Мы сейчас будем активно ее добиваться. У нас курс, базовый курс стоит 10,5 тысяч рублей. Нет, 7 недель там получается. Но если в месяц, это условно 5 тысяч рублей. Вот. Спасибо огромное, Селисус. География вообще по России. У нас есть Россия и зарубежья. Ну, то есть Россия практически… У нас 46 городов. По сути, все большие города России, в том числе, есть подмосковные города. Ну, то есть там Долгопрудный, Жуковский, Кхимки. Они отдельно функционируют. И у нас есть заграничные филиалы. Это Дубай, есть Таллинн, есть Алмата, Астана. Вот. Ну, то есть вот в таком формате. Вот. По сути, нам 3 года. И за 3 года мы… Ну, то есть я была первой в франчези. Ну, то есть из… И мне, конечно, полегче, потому что сейчас это… Ну, мне было полегче в начале. Вначале было все на коленках, не было никаких CRM. Вот. Ничего еще… Сайта не было, ничего не было. Вот. Сейчас мы, конечно, разрослись до уровня, ну, большого бизнеса в целом, если нас объединить. Вот. В общем-то вот так. Здорово. Спасибо огромное. Я думаю, Василиса… Аплодисменты.